Англиканство – одно из направлений христианства, появившееся в ходе английской реформации. Англиканские церкви либо имеют особую историческую связь с церковью Англии, либо объединенные с необщими богословием, богослужением и церковной структурой. Термин «англиканство» восходит к латинской фразе «Ecclesi Anglicana», первое упоминание которой относится к 1246 году и означает в дословном переводе на русский язык «английская церковь». Последователи англиканства именуются англиканами, а также епископалами. Абсолютное большинство англикан принадлежат к церквям, входящим в англиканское сообщество, которое носит международный характер. Англиканское вероучение основывается на писаниях, традициях апостольской церкви и учении ранних отцов в церкви. Англиканство, представляющее собой одно из ветвей западного христианства, окончательно отделилось от римско-католической церкви во времена Елизаветинского религиозного примирения. Для некоторых исследователей оно являет собой форму протестантизма, однако без доминантной руководящей фигуры, какими были Мартин Лютер, Джон Нокс, Жан Кальвин, Уллерих Цвингли или Джон Уэсли, некоторые считают его самостоятельным течением в христианстве. В рамках англиканства существует несколько направлений – евангелизм, либеральные христиане и англо-католицизм. Ранее англиканская догматика коррелировала с современной и реформационной протестантской догматикой, однако уже к концу XVI века, сохранение в англиканстве множества традиционных литургических форм и епископата стало рассматриваться абсолютно неприемлемым с точки зрения тех, кто стоял на более радикальных протестантских позициях. Уже в первой половине XVII века церкови Англии и связанные с ней епископальной церкви в Ирландии и североамериканских колониях стали рассматриваться некоторыми англиканскими теологами и богословами как особое, самостоятельное направление христианства, носящее компромиссный характер, средний путь между протестантизмом и католицизмом. Этот взгляд приобрел особое влияние на все последующие теории англиканской идентичности. После американской революции англиканские конгрегации в США и Канаде были преобразованы в независимые церкви со своими собственными епископами и церковными структурами, ставшими прообразами для многих новосоздаваемых. В ходе расширения Британской империи и усиления миссионерской деятельности церквей в Африке, Австралии и Тихоокеанском регионе, в XIX веке были введен термин «англиканство», который был призван описать общие религиозные традиции всех этих церквей, а также шотландской епископальной церкви, которая, хотя и образовалась из церкви Шотландии, стала рассматриваться как церковь, разделяющая ту же самую идентичность. Степень различия между протестантской и римско-католической тенденциями в англиканстве остается предметом споров, как внутри отдельных англиканских церквей, так и в англиканском сообществе в целом. Отличительной чертой англиканства является книга общественного богослужения, которая представляет собой собрание молитв, являющихся основой богослужения на протяжении веков. Хотя книга общественного богослужения была неоднократно пересмотрена, некоторые англиканские церкви создали иные богослужебные книги. Именно она является одним из стержней, скрепляющих англиканское сообщество. Не существует единой англиканской церкви, которая бы обладала абсолютной юрисдикцией над всеми англиканскими церквями, так как каждая из них является автокефальной, то используется полной автономии. Терминология. Слово англиканства – это неологизм, появившийся в XIX веке, в основе его лежит более старинное слово «англиканский». Это слово описывает христианские церкви по всему миру, находящиеся в каноническом единстве с престолом Контербори, их учения и обряды. В последствии этот термин стал применяться к тем церквям, которые провозглашали уникальность своей религиозной и теологической традиции, ее отличие как от восточного православия, так и от католицизма или других направлений протестантизма, независимо от их подчиненности британской короне. Слово «англиканский» восходит к латинскому термину «иколсе ингликана», относящемуся к 1246 году и означающему в дословном переводе со средневековой латыни «английская церковь». Употребленное в качестве прилагательного слова «англиканский» используется для описания людей, институтов и церквей, а также литургических традиций и теологических концептов, разработанных церковью Англии, как существительный англиканин, член церкви, входящий в англиканское сообщество. Этот термин также используется раскольниками, которые вышли из состава сообщества или возникли вне него, хотя само англиканское сообщество считает подобное употребление некорректным. Однако большинство отколовшихся сохраняет англиканское учение в более консервативной форме, чем некоторые члены сообщества. И хотя первые упоминания термина «англиканский» в отношении церкви Англии относятся к XVI веку, широкоупотребительным он стал лишь во второй половине XIX века. В законодательных документах британского парламента, касающихся английской государственной церкви, она описывается как протестантская епископальная церковь, отличная тем самым от протестантской пресвитерианской церкви, обладающей государственным статусом на территории Шотландии. Последователи высокой церкви, которые выступали против использования термина «протестантская», поддерживали употребление термина «реформированная епископальная церковь». Поэтому слово «епископальная» более употребительно в названии епископальной церкви США и шотландской епископальной церкви, вне британских островов, однако предпочтение отдается термину «англиканская церковь», так как он позволяет четко отделить эти церкви от всех других церквей, которые считают себя епископальными, то есть чья форма управления представляет собой епископальную структуру. В то же время церковь Ирландии и церковь Уэльса продолжают использовать данный термин, но с ограничениями. Определение англиканства Англиканство, его структуры, теологии и формы богослужения обычно относят к протестантизму, однако официально церковь именует себя католической. Некоторые считают, что англиканство относится к отдельному направлению в христианстве. Представляя собой ве-медиа между католицизмом и протестантизмом, англиканское вероучение основывается на священных писаниях, традициях апостольской церкви, историческом епископате, первых четырех вселенских соборах и учении ранних отцов в церкви. Англикане считают, что в Ветхом и Новом Заветах содержится все необходимое для спасения, а также, что они представляют собой закон и высший стандарт веры. Англикане рассматривают апостольский символ веры как символ крещения, а не кейский символ веры как достаточное выражение христианской веры. Англикане верят, что католическая и апостольская вера раскрыта в Святом Писании и кафолических символах веры и интерпретируют ее в свете христианской традиции, исторической церкви, науки, разума и опыта. Англиканизм признает традиционное таинство, делая однако особый акцент на Святое в Харистии, называемый также Святым Причастием, Господней Трапезой или Мессой. Причастие занимает центральное место в англиканском богослужении, являясь общим приношением молитв и восхвалений, в котором жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа провозглашаются через молитву, чтение Библии, пение и принятие хлеба и вина. Как это было установлено на Тайной Вечере, в то время как многие англикане придают и в Харистии столь же большое значение, как и западная католическая традиция, имеется значительная свобода в литургической практике, а стиль богослужения варьируется от самого простого до тщательно разработанного. Уникальной для англиканства является книга общественного богослужения, представляющая собой собрание богослужений, использующееся верующими в большинстве англиканских церквей на протяжении столетий. Своё название «Книга общественного богослужения» она получила из-за того, что изначально она задумывалась как общая богослужебная книга для всех церквей и церквей Англии, использовавших прежде местные, а следовательно, разные литургические формы. С распространением влияния церкви Англии на другие страны термин «меж тем» сохранился, так как большинство англикан продолжало использовать книгу общественного богослужения по всему миру. В 1549 году архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер завершил первое издание книги общественного богослужения. Хотя книга общественного богослужения была неоднократно пересмотрена, некоторые англиканские церкви создали иные богослужебные книги. Именно она является одним из стержней, скрепляющих англиканское сообщество. История реформации в Англии проводилась в отличие от других стран сверху, по воле монарха Генриха VIII, который таким образом пытался порвать с папой и Ватиканом, а в первую очередь, чтобы развестись с женой, так как папа не дал разрешения на развод, а также укрепить свою абсолютную власть. Поворотным событием стало провозглашение парламентом в 1534 году независимости английской церкви от римской курии. При Елизавете была составлена окончательная редакция англиканского символа веры. В 39 статьях признавались и протестантские догматы об оправдании верой, о священном писании как единственном источнике веры и католические догматы единоспасающей силе церкви. Церковь стала национальной и превратилась в важную опору абсолютизма, ее возглавлял король, а духовенство подчинялось ему как часть государственного аппарата абсолютийской монархии. Богослужение совершалось на английском языке, отвергалось учение католической церкви об индульгенциях, о почитании икон и мощей, было уменьшено число праздников. Вместе с этим признавались таинство крещения и причащения, была сохранена церковная иерархия, а также литургия и пышный культ. Характерный для католической церкви, по-прежнему взималась десятина, которая стала поступать в пользу короля и новых владельцев монастырских земель. В конце 17 – начале 18 века в англиканстве оформилось два направления – высокая церковь, которая настаивала на важности церковных облачений, традиции церковной архитектуры и средневековой музыки во время богослужений, низкая церковь – евангелическое течение, которое стремилось минимизировать роль духовенства, таинств и ритуальной части богослужения. В начале 18 века сторонники проповедника Джона Уэсли из числа евангеликов порвали с англиканством, основав методистскую церковь. Однако многие последователи евангелических взглядов остались внутри матери церкви. Вероучение – основные принципы. Для англикан высокой церкви вероучение не было установлено исходя из учительской роли церкви, не выведенной из теологии основателя, не обобщено в неком исповедании веры. Для них наиболее ранними англиканскими теологическими документами являются молитвенники, которые рассматриваются как результаты глубокой теологической рефлексии, компромиссы и синтеза. Они придают особое значение книге общественного богослужения, как основному выражению англиканской доктрины. Принцип, согласно которому молитвенники рассматриваются в качестве руководства по основам веры и религиозной практики, называется латинским выражением «лекс ранди» – «лекс кейдинди». В молитвенниках содержится основа англиканской доктрины – апостольский, никийский и афанасьевский символы веры, святые писания, таинства, ежедневные молитвы, катехизис и апостольское преемство. В контексте трехступенчатой иерархии, англикане в ангелике делают больший упор на 39 статей англиканского вероисповедания, настаивая на оправдании одной лишь веры и их отрицательным отношениям к римско-католической церкви. Согласно принятым в 1604 году канонам, все клирики церкви Англии должны принимать 39 статей в качестве основы вероучения, книга общественного богослужения и 39 статей англиканского вероисповедания. Роль, которую книга общественного богослужения и 39 статей англиканского вероисповедания играют как доктринальные источники церкви Англии, утверждена в каноне А5 и каноне Ц15, канон А5 of the doctrine of the Church of England, постановляет. Доктрина церкви Англии основана на святых писаниях и на учении ранних отцов в церкви и соборов в церкви, которые соответствуют святым писаниям. Эта доктрина обнаруживается в 39 статьях англиканского вероисповедания книги общественного богослужения и ординали. Канон с 15 содержит декларацию, которую произносят клирики и некоторые благословленные светские служители церкви Англии. Когда они начинают свое служение или принимают новое назначение, этот канон начинается со следующего предисловия. Церковь Англии является частью единой, святой, кафолической и апостольской церкви, служащей одному истинному Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Она исповедует веру, уникально раскрытую в святых писаниях и установленную в кафолических символах веры. Эту веру церковь призвана провозглашать новой в каждом поколении, ведомая святым духом. Она несет свидетельство христианской истины через свои исторические документы, 39 статей вероисповедания, книгу общественного богослужения и ординал. Этой декларации, которую ты собираешься произнести, подтверждаешь ли ты твою приверженность этому наследию веры в качестве твоего вдохновения и Бога вождения по несению благодати истины Христа, этому поколению и соделания его известным тем, кто верен тебе. В ответ на это предисловие, человек, произносящий декларацию, отвечает и. Также авторитетную позицию по вероучению занимают англиканские теологи. Исторически наиболее влиятельным из них, помимо кран мира, был клирик и теолог Ричард Хукер, который после 1660 года изображался как отец-основатель англиканства. И, наконец, распространение англиканства среди народов неанглийской культуры. Растущие разнообразия молитвенников интерес к экуменическому диалогу привели к дальнейшей рефлексии о характерных чертах англиканской идентичности. Многие англикане рассматривают Чикаго-Ламбецкий квадрилатерал 1888 года как синквонон идентичности англиканского сообщества. Кратце, основные пункты квадрилатерала таковы. Библия, как содержащая все необходимое для спасения. Символы веры, как достаточное выражение христианской веры. Евангельский статус. Таинств. Крещение и Евхаристии. Исторический пескопат. Англиканский теологи Льюис Клайв Стейпл с практика молитвы и богослужения. Богослужения в англиканстве. Основные статьи. Вечерняя, утренняя, эвхаристия. Основная статья. Литургия и организация англиканского сообщества. Роль церкви в мире.